Я пастырь добрый. Пастырь добрый душу свою полагает за овец. По мысли Ефимия Зигабена, Господь именует себя пастырем, потому что своими пастырскими словами собирает овец в горнюю обитель. Добрым же называется вследствие того, что, как говорит Августин Блаженный, в мире есть и злые пастыри, воры и разбойники, и более всего наемники. Так как здесь, отмечает святитель Филарет Дроздов, пастырь изображается защищающим безопасность овец своих, то выражение «полагает душу за овцы» означает только то, что в их пользу приносит он жизнь. Словно подытоживая слова своего последователя, российского богослова, святитель Григорий Двоеслов замечает о Христе. «Он совершил то, к чему увещевал, явил на опыте, что повелел. Добрый пастырь положил душу свою за овец своих так, чтобы в нашем таинстве были неистащимы тело и кровь его, и чтобы овцы, которых он искупил, довольствовались питанием плоти его». Многие пророки, говоря народу о правлении Бога над его народом, использовали понятный любому израильтянину образ – пастыря ведущего стада. Сам родоначальник еврейского народа, патриарх Иаков, 14 лет пас овец арамеянина Лавана, чтобы тот дал ему в жены своих дочерей Лию и Рахиль. Законодатель Моисей пас овец своего тестя Иофора. Величайший царь Ветхозаветного Израиля, Давид, был простым пастушком, поэтому работа пастуха овец была уважаемой. Пасти овец было непросто. Необходим был постоянный надзор над этими боязливыми и беспомощными животными, чтобы их не растерзали хищные звери, чтобы ни одна овца не отбилась от стада. Пастухи сильно привязывались к своим животным, с нежностью брали на руки, а если какая-то из них терялась, пастух, оставив прочих овец в укрытии, рискуя жизнью, проходил по гористой местности, пока не найдет заблудшую овечку в какой-то расщелине, из которой она не может выбраться. Поэтому библейские пророки сравнивали с пастерством такой образ управления народом, при котором руководитель столь любит свой народ, что готов жертвовать собой ради него. Так правит народом Господь. Но пастырями в Писании называются не только сам Господь, но и начальники светские и духовные. Моисей просил Бога, чтобы после его смерти израильтяне не остались, как овцы, не имеющие пастыря. И Господь назначил ему преемника, Иисуса Новина. А Давиде, сказано, «Отдаящих взял его пасти Иакова, раба своего, и Израиля наследие свое. И пас он их в незлобе из сердца своего, и разумно руками своими путеводил их». Псалом 77, стихи 71-72. Но не каждый начальник народа был добрым пастырем. Уже сын Давидов Соломон правил премудро, но к концу царствования совратился, выдал ослужение и обложил народ тяжкой повинностью. Были и праведные цари, такие как Иосафат, Езекия и Иосия. Но Иудея часто отступала от верности Богу. Ее начальников Исаия обличал так. «Князья твои, законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою. Не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них». Глава 1, стих 33. «Наконец, перед пленом Вавилонским Иудея переполнилась мерзостями, в которые ее ввели пастыри злые. Цари, проливающие кровь пророков божиих, князья, которые брали взятки и не гнушались обогащаться насилием, лжепророки, чародеи и гадатели – губители самых душ человеческих. И мало того, сами священники Божии, допустившие, чтобы в храме Господнем были поставлены идолы, заботившиеся только о корысти и не учившие народ правому закону. В эту мрачную годину истинный пророк Божий Иеремия обличил священников-отступников. «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паства моей», – говорит Господь. «Посему так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой. Вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот, я накажу вас за злые деяния ваши», – говорит Господь. Глава 23, стихи 1 и 2. С не меньшим жаром обличал их пророк Иезекииль. «Кто же спасет погибших овец дома Израилева? Сам Господь, как за века до возвращения из плена, пророчествовал Исаии. Вот, Господь Бог грядет с силою. Как пастырь Он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных». Глава 40, стихи 10 и 11. «Что может отлучить овец от пастыря доброго? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Ничто, если только мы сами пребудем овцами его стада. А как нам быть ими? Об этом сказал сам Господь. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Да будет нам священное Писание, словно пища алчущему и питье жаждущему, словно светильник, освящающий путь, и Господь приведет своих разумных овец в небесные обители». Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok